Мы говорим о перспективе полетов на Марс, которые, ну, там, перспективе 50 или 100 лет. И дальше оказывается очень простая история. Может сложиться ситуация, при которой мы сможем продлить, скажем, свою жизнь на лет 50 и дожить, там, условно, до 110. Но скорость развития технологий такая на данный момент, что за эти 50 лет с большой вероятностью мы сможем продлить нашу жизнь еще на 50 лет. То есть решить те проблемы, с которыми мы сталкиваемся сегодня. Ну и дальше следующие 50 лет продлят еще на 100, а следующие 100 продлят на 200. Это сколько у меня осталось. Вот, а много, кстати. Я думал, что я уже вышел за лимит. Я пытаюсь все, что я рассказал на том круглом столе, уложить в эти 10 минут. Вот. И окажется, что на самом деле, если бы мы смогли дожить до 200 лет, но мы понимаем, что 200 лет не в смысле какого-то засушенного состояния, как сегодня, знаете, здесь долгожители в 120 лет, так не хочется прожить оставшиеся, скажем, 60. Вот. А это речь идет о некотором полноценном существовании. Если ты, если мы сможем продлить человеку жизнь до 200 лет, то вероятность, там, то, как развиваются технологии сегодня, там, возможность какие-то ограничения, которые мы сейчас себе просто представить не можем, это означает, что жизнь примерно бессмертная. И в этом случае у нас открывается целый ряд разных сложных и интересных вопросов. С одной стороны, 200-летнему человеку уже интересно лететь на Марс. Ну, потому что в этом случае, там, 3 года полетов или 5 лет полетов примерно все равно. Ну, то есть, если ты живешь 200 лет, то можно и 10 лет полетать, в принципе, не так страшно. При том, что ты понимаешь, что у тебя есть некоторая возобновляемая жизнь. Ты можешь обновлять себе органы и лечить какие-то заболевания, не так страшно. С другой стороны, меняются и ценности, потому что возникает ситуация, с которой человечество, в общем, пока не сталкивалось никогда, необходимости пересмотреть фундаментальные основы нашей культуры, которые уходят корнями, конечно, в мифологическо-религиозные картины мира, которые отталкиваются от смертности и конечности человека. У этого бесконечного человека, бессмертного человека, будет совершенно другое представление о том, можно или нельзя убивать или вообще совершать какое бы то ни было насилие. Ну, во-первых, понятно, что если ты летишь в какой-то закрытой капсуле с 10 людьми, вы примерно все бессмертные, то случайное какое-то соприкосновение кулака с лицом может закончиться смертью, а смерть такого человека будет ценится совсем иначе. С другой стороны, ну, это и на планете, скорее всего, меняется. С другой стороны, меняется отношение к собственным детям или собственному потомству и тому, что ты, в принципе, приносишь, неважно, на эту планету, на какую-то соседнюю планету. Потому что сегодня, конечно, конечность собственного существования и любые действия, направленные на изменение окружающего ландшафта, ну, как-то оправдываются, по крайней мере, в некотором таком массовом контексте, размышлениями о том, что я оставлю это своим детям. В этой ситуации ты оставляешь ее не своим детям, ты сам будешь проживать ту жизнь, ту загрязненную, те загрязненные океаны или загрязненную, там, не знаю, планету, с которой ты будешь дальше существовать не 10, не 20, а 100, а может быть, и бесконечно лет. Но при этом, поскольку все известные на данный момент проблемы решаются просто перебором вероятности и подбором наиболее эффективной технологии, борьбы с тем или иным заболеванием или напечатыванием органов или еще каким-то подобным способом, остается одна довольно опасная проблема, которую мы пока не понимаем, как решить, это обновление мозга. Потому что все органы можно пересадить, но единственный орган, который человечество не сумело, не научилось, как пересаживать, это мозг. Все остальное мы умеем заменять, транспортировать. Все, закончилось? Практически. И может возникнуть, я закончил, а потом наверняка еще какой-то будет вопрос. И может возникнуть довольно странная такая забавная ситуация, когда у нас окажутся, у нас появятся люди, которые могут жить примерно бесконечно, их мозги будут постепенно задухать и умирать, но обладая некоторым ресурсом на омоложение, он, очевидно, будет ограничен. И это создаст определенное расслоение между людьми, даже в некотором смысле появление такой толкиновской ситуации эльфов, живущих своими идеями, ценностями, смыслами и думающими о вечности, и всеми остальными людьми, может быть, даже орками, которые как бы конечны, смертны, и у них какая-то своя там междоусобная возня. И может возникнуть ситуация, когда, как угроза, потому что мне сказали, что нужно страшилку придумать обязательно какую-то, что может возникнуть, хотя кого-то, может, уже и эта перспектива напугает, что могут возникнуть такие люди, у которых мозги постепенно умирают, загнивают, а они продолжают при этом существовать и омолаживаться. И, возможно, нужна будет какая-нибудь комиссия по отключению от бессмертия. Игорь, я к следующему твоему выступлению задам три вопроса. На них не надо отвечать сейчас.